Есть у вас Грицюк в системе, Ченахов, есть Спиценко, но никто из них не играет. Почему? Они не готовы. Они не готовы. Они не готовы. Они не готовы. Они не готовы играть. Я не верю в эту правду. Дети должны играть. Они сидят на бенде, это не хорошо. Привет! Александр Свитов не планирует завершать карьеру. Локомотив он покинет, но будет искать новый контракт в КХЛ. И так предстоящий турнир будет очень слабым, а тут еще и это. Никаких кадровых решений не принято, но даже пресс-релиз получился очень эмоциональным. Состоялся совет директоров Авангарда, и там обошлось без кадровых сенсаций. Работа спортивной части клуба признана неудовлетворительной. Ни одна из трех целей не была достигнута, сказано там. Видимо, имеется в виду победа в дивизионе, конференции и проход первого раунда плей-офф. Негативную оценку дали за работу по трансферам и селекции. Правда, в этом вопросе тоже не так однозначно, так как многие проблемы были вызваны травмами, а предсказать их было нереально. Но больше всего в релизе меня одновременно удивило и порадовала следующая строчка. «Было отмечено отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока и тренецкого штаба к собственным воспитанникам». Так-так-так. Хартли настолько нервно реагировал на мои вопросы по поводу Грицука и Чинахова, что прекратил здороваться, начиная с ноября. И в последнем интервью дал понять, что я не разбираюсь в хоккее, а он все делал правильно. Получается, совет директоров встал на мою сторону? Но ведь и задачу побороться за кубок Харламова ставил явно не главный тренер. А именно потому молодых не отпускали даже в ВХЛ. Теперь, надеюсь, все изменится, а Хартли будет работать с молодежью. Видимо, только сегодня «Авангард» начнет делать предложения хоккеистам, ведь в понедельник еще было непонятно, кто именно будет этим заниматься. ЦСКА будет совсем другой командой в следующем сезоне. Уезжает в Коламбус Михаил Григоренко. Михаил согласился на 1,2 миллиона долларов за сезон в штате Огайо, отклонив российские варианты. Это было ожидаемое решение. Супруга Михаила из Канады и наверняка она тоже намекала, что было бы неплохо жить в более привычных условиях. Да и за три года Григоренко получил достаточно денег, чтобы не думать о завтрашнем дне. Но что его ждет? Я прекрасно помню последний сезон форвардов Колорадо. Постоянно возникало ощущение, что ему неинтересно играть за клуб. Апатия чувствовалась даже на таком расстоянии. Кроме того, Михаил лишь изредка проявлял себя, но чаще всего словно ждал, когда завершится очередной матч. Я уверен, что проблема тут не только в характере хоккеиста, но и в условиях. Его не видели в роли основного форварда, очень редкое игровое время нападающего превышало 15 минут. Но при этом он показал свой лучший результат по статистике. В России Григоренко стал другим, но теперь Михаил снова предпочел стать хоккеистом, который не попадает в топ-6, не будет много играть и забивать, да и зарплата совсем не та. Зато на два года в Витязи остался Станислав Гребенщиков. Есть все-таки хорошие новости в лиге. И последнее. Борис в следующем сезоне значительно сократит финансирование и первым пострадает клуб молодежной хоккейной лиги. Много денег это не принесет, но ведь страдают самые беззащитные. Через пару лет в сборной Казахстана будут говорить исключительно по-английски. До свидания. Что думаешь о боях Свечников-Овечки? Без комментариев. Там уже много ты высказался. Мне интересно твое мнение. Надо бить таких молодых ребят? Ну, я не знаю, насколько я понимаю. Он сам вызвал его на бой, так что. То есть это была чистая драка, в которой одному не повезло, а другому повезло? Ну, по-моему, да. Там, по-моему, никто ни на кого не прыгал. Равный бой, поэтому что. Сам попросился. Неужели бы ты со мной стал драться, если бы я тебя вызвал? Ну, ты же не хоккеист.